В преддверии выборов и при фактическом запрете на организацию митингов депутаты от КПРФ все-таки смогли провести сегодня уличную акцию в центре Москвы. Там они потребовали сделать вакцинацию по-настоящему добровольной, допустить до выборов оппозиционных кандидатов, в частности Павла Грудинина, и прекратить политические репрессии. Глава Компартии Геннадий Зюганов на встрече так и не появился, а полицейские все-таки, без этого уже невозможно собираться, задержали несколько человек. За всем этим наблюдал мой коллега Володя Роменский. Сейчас он находится рядом с нами в студии. Привет, Володя. Привет, Антон. Политическая импотенция, принудительная кастрация и КПРФ как единственная сила, которая может составить конкуренцию и положить конец монополии единой России. О всем об этом говорили сегодня на встрече депутатов Компартии с избирателями. Именно в таком формате провели эту акцию. Митинги запрещены из-за коронавируса. Но во Пушкинском сквере собралось порядка двух сотен сторонников левых идей. КПРФ! Народ! Победа! КПРФ! Народ! Победа! КПРФ! Народ! Победа! Заводил и был депутат Госдумы Валерий Рашкин. Он, собственно, и собирал наказы от своих товарищей. Рашкин цитировал президента Путина, который обещал, что вакцинация будет добровольной. А на деле, говорил депутат, непривитых сотрудников увольняют с работы. Студентов переводят на дистанционное обучение. Кроме того, Рашкин высказал мнение, что перед выборами власть ополчилась именно на коммунистов. Больше никого не преследуют. Ни этих фальсификатов коммунистов России, ни эти маленькие партии и все остальные шавопырки. Преследуют только компартию Российской Федерации наших кандидатов. Это показатель того, что мы являемся единственной оппозиционной силой со своей программой, со своими кандидатами. И мы являемся угрозой единой России, этой партии олигархов, этой партии чиновников, которые опять хотят захватить большинство в Государственной Думе. Я считаю, незаконно захватить. Вы слышали, больше никого не преследуют, только коммунистов. Ну а глава аналитической службы КПРФ Сергей Обухов, получив слово, говорил, что Путин демонстрирует слабость. Так у президента не получается потушить уже которую неделю пожара в Якутии. Не удается ему издержать рост цен на продукты питания, в том числе и даже на морковку. Путин, чем занимается твой фас? Если он даже не может сказать фас твоим, тем самым, олигархам торговых сетей спустя три месяца после поручения. Это что за импотенция политической власти? Президент кричит морковку остановить, и только через три месяца этой морковкой занимается федеральная темнопольная служба. От Московской городской думы от КПРФ Екатерина Янгалычева хвалила тех, кто не побоялся сегодня выйти и побороться за свои права. Критикуя то, как власти проводят вакцинацию, она также обратилась к сотрудникам правопорядка, которые дежурили на этой встрече. Они сегодня вас принуждают вакцинироваться, а завтра они принудят вас на кастрацию принудительную пойти. Сотрудники полиции, все пойдете на принудительную кастрацию, а? За свои права нужно бороться, их нужно отстаивать, потому что те люди, которые садятся в кресло власти, они считают, что им все дозволено, им все можно. А наша с вами задача их остановить. Очевидно, коммунистам удалось договориться, чтобы акция прошла спокойно. Полиция ни установки звукоусиливающей аппаратуры, ни единственному красному флагу не препятствовала. Однако достаточно резко реагировали сотрудники на плакаты. Первым такой с лозунгом «Власть ядросом» недоверимо развернул молодой человек. Когда к нему подошли сотрудники, другие участники акции попытались ступиться. Кажется, что фамилию Навального на этой акции старались не упоминать. Она прозвучала всего один, но может быть пару раз, но его сторонники тоже сегодня пришли в Новопушкинский сквер. Юрию, который развернул плакат с умным голосованием, удалось простоять несколько минут, пока его не заметило полицейское руководство. Я поддерживаю именно Навального. Хочу, чтобы его освободили в ближайшее время, чтобы он мог баллотироваться. У меня все. Сегодня фамилия Навального здесь практически не звучит. Я знаю, потому что сейчас-то вне закона. То есть я хочу, чтобы меня услышали. А почему пришли на митинг КПРФ? Потому что здесь собирается достаточно народу. То есть люди неравнодушны к этому. Не бойтесь, что вас задержат. Я не боюсь. Я не боюсь, и вы не бойтесь. Вскоре силовики все-таки на плакат внимания обратили и пришли побеседовать с Юрием. Предлагали лист ватмана свернуть и уйти. Но мужчина отказался. Я высказываю свою точку зрения. Высказывайте в другом месте, пожалуйста. Когда здесь проходит встреча с избирательным. Я ничего не требую. Если поддерживаете, проголосуете. Убираем и не достаем. Мы в политическом преследовании принудительно о вакцинации. Все, убираем. Да, в социально-экономическом правах трудящихся. Нет, вы уберете. Мы участники встречи с депутатами-коммунистами. С горечью отмечаем, что 30 лет назад был разрушен Советский Союз. И в России, вопреки воле народу, нас сожжем бандитский капитализм. Убрать плакат Юрия даже попытались. Уговорами сами организаторы этой акции коммунисты. Но он был тверд. В своем намерении его все-таки сопроводили в автозак. Вы уже продемонстрировали свое отношение к этой методике. И я думаю, на этом нужно завершить. Чтобы не было... Задерживаем 920 раз. Попросите, это мой вопрос. 920 раз. Не будете сворачивать? Задерживаем его? Ну, это ваш выбор. Я обязан предупредить полиции. Вы повели его, повели. В автобус. Все, пройдемте. Все, пройдемте. Все, запрадите. Молодой человек, у вас есть телефон? Позвоните. Через несколько минут еще один плакат развернула девушка. В результате ее чуть ли не волоком тащили к автобусу под крики позор. Я вышла в поддержку Алексея Навального. Он сидит за нас всех. И мы не должны молчать. Почему ты не можешь стоять? За что? За что? Не надо хватать. Ну, что нет, мама? Последним в автозак доставили человека в футболке партизан. Он тоже решил высказаться против политических репрессий. Скажите, за что вас задержали? За свои права, за свое мнение. Что у вас было на плакате? Потом, видите, там все будет написано. Вы его сейчас изъяли. Можете произнести? Да, конечно. Лево-право идем. Было написано, нет политическим репрессий. А вот он сам идет со мной. А вот, собственно, несут и плакат. Нет партии. Жулик-товорот. Вернутый уже. Какую партию вы имеете в виду? Единая Россия. Скажи! Мне это кажется удивительным. На эту очевидно одобренную властями акцию коммунистов не пришел глава КПРФ Геннадий Зюганов. У него просто другой фронт работы. И он тоже с избирателями встречается. Попытался по завершению этой акции оправдаться Валерий Рашкин. Валерий Федорович, почему на этой встрече не присутствует глава Компартии? Он в других местах. Мы не можем быть все в одном месте. Если мы будем все в одном месте, тогда у нас охват очень маленький. Я здесь, Москва здесь. Он сегодня, значит, тоже в работе. Находится тоже на встречах с избирателями. Издание УРАРУ просто сообщает, что Зюганов приходить к Рашкину пока не собирается. У него запланирован визит на ярмарку меда на юге Москвы. Значит, что говорит там УРАРУ? Хочет они провокации. Хочет ли они так сделать и опорочить меня, Рашкина. И стравить как-то с Зюганова, столкнуть. Но он не на ярмарке меда. Ничего не получится. Я вам говорю. Я здесь. Геннадий Андреевич в другом месте. Вы можете опровергнуть, что он сегодня посещает ярмарку меда? Вы меня слышите? Мы все работаем на избирательную кампанию. И работаем со всеми избирателями. Везде, где люди, где народ, мы там. И это правильно. Будь то ярмарки меда. Зюганов сейчас на ярмарке меда. Я еще раз вам говорю. Я здесь. Другие все находятся в других местах. Вы меня поняли? Спасибо. Однако некоторые эксперты, с которыми беседовали в том числе и журналисты из УРАРУ, говорят, что Геннадий Зюганов не участвует в митингах, не желая в глазах Кремля стать в несистемной оппозиции. Видимо, возможно, боится повторить судьбу в том числе и Навального, сторонников которого в итоге сегодня на акции коммунистов и задерживали. Спасибо, Володя. Володя Роменский, который работал сегодня в Москве на встрече КПРФ со своими избирателями. избирателями.